Продолжение следует... В начале лета было заявлено, что перечень лекарств, цена на которые контролируется государством, будет расширена. В частности, говорилось о препаратах для больных с сахарным диабетом, что немаловажно. Время прошло, кстати, ожидалось, что стоимость таких препаратов понизится. Этого удалось достичь? Мы должны, прежде всего, специфику диабета знать, потому что существует два типа диабета. Есть второй тип и есть первый тип. Речь шла о понижении цен лекарственных средств для диабета второго типа. То есть не инсулинозависимого. Существует целый перечень лекарств, которые выпускают мировые производители, в основном европейские, но встречается и Соединенные Штаты и так далее. Там Индия продуцирует достаточное количество. Так вот, перечень этих лекарств действительно сегодня находится в отработке, в рассмотрении. Такой документ в виде постановления Кабинета Министров готовится. В принципе, он практически готов. Значит, и готовы принципы, по которым, так сказать, эти лекарства будут реализовываться на территории Украины. Значит, самое главное, что мы исключим все моменты, которые связаны с получением сверхприбыли, за счет, будем говорить, перевалки через границу и увеличения различного рода хаотичным образом, в том числе в интересах торговца или продавца, прибыли. То есть надбавок. Поэтому будет введено и вводится такое понятие, как граничный уровень цен. Этот граничный уровень цен будет определяться по средневзвешенной цене продажи в той стране, производителем лекарства которого, так сказать, она является. То есть если это группа Сервье, Франция, да, то тогда мы сюда получаем, так сказать, и мы анализируем, сколько же такой препарат будет стоить, или вернее, сколько он стоит у потребителей французских. И этот уровень превысить будет нельзя. Все остальные моменты, которые связаны там с получением, допустим, с разрешением получения 10% надбавки на опты, потом 10% надбавки на розницу, они будут внутри этого. Поэтому это уже талант продавцов, покупателей, как они будут, как бы, в общем-то, зарабатывать себе на жизнь. Извините за некоторую, может, грубоватость такую некую. Но такой перечень лекарств рассматривается. Он рассматривается не только в связи с диабетом второго типа. Этот перечень очень большой. Это несколько тысяч позиций. Сегодня, поверьте мне, значит, и это зафиксировано во многих документах, в том числе вопрос с лекарственными препаратами имеет огромное значение. И, в первую очередь, он уже рассматривается как вопрос безопасности внутренней, государственной безопасности для страны. Потому что сегодня уже прошло три заседания Рады Беспеки и Обороны по поводу, так сказать, состояния лекарственного рынка украинского. Понимаете? Поэтому это совершенно, как бы, не лазунгово-политическое мероприятие. Сегодня этим вопросом очень серьезно занимается Министерство здравоохранения, потому что несколько подходов номинируется, так сказать, на реализацию, в том числе вот именно вот этот граничный уровень, референтные цены, много об этом говорят и так далее, и так далее. Все системы имеют, так сказать, свое право на жизнь. И все эти системы, которые сейчас рассматривают, они в значительной степени будут облегчать, так сказать, ну, такую материальную нагрузку людей, которые больны тем или иным типом. В том числе, естественно, диабетом второго типа. Сейчас, ну, к сожалению, сейчас это постановление находится в работе, в ближайшее время оно выйдет, поэтому я, так сказать, все-таки прошу, ну, буквально некоторое время потерпеть, да. Я сам диабетик, поэтому я знаю, что это такое, диабет второго типа и цены на лекарства. Здесь есть еще один немаловажный момент. Вот вы тут говорили о талантах продавца и о талантах покупателя, вот как раз в талантах продавца сомневаться не приходится, потому что цены на лекарства в Украине явно завышены. Кстати, этого не отрицают и в Гослегинспекции. И говорят о том, что одна из главных проблем – это то, что у нас очень много посредников. И от производителя до аптеки их даже не один и не два, а их нередко четыре, пять, шесть и больше. Из-за этого, собственно говоря, накручивается так цена. Вы что-то различаете? Я не поддерживаю этот тезис, потому что на самом деле он некоторым образом преувеличен. Существует два производителя. Производитель, который находится по ту сторону границы с Украиной, и наш собственный украинский производитель, да. Поэтому мы должны с вами понимать, что поставить пять посредников между там дарницей, допустим, производителем и аптекой – это весьма сложно. Ну, их невозможно поставить. А что касается импортированных препаратов? Да, а вот что касается импортированных, надо смотреть не на пяти посредников, а сколько же это лекарство или этот препарат стоит у производителей иностранных. И каким образом он, так сказать, у нас уже появляется в таможенных документах, по какой цене. Сегодня работает, например, специальная комиссия в Верховной Раде, с которой мы вместе очень плотно работаем по лекарственным препаратам, по их ценам и так далее, и так далее. Сегодня в нашей инспекции ведется в достаточной степени объемная работа, если бы я не сказал, огромная, по тарификации цен, которые существуют у нас, по крайней мере, в странах ближнего зарубежья. То есть сегодня мы анализируем, уже проанализировали и предоставили такие данные для этой спецкомиссии Верховной Рады по России, по Белоруссии, по Молдове. Можем, так сказать, и зрителям абсолютно четко сказать, что наши лекарства дешевле. Даже так? Даже так. Сегодня сделано много запросов, достаточное количество запросов, государствам, которые поставляют, так сказать, являются поставщиками на территории Украины определенных государств. Да, есть факты, которых уже вскрыто, так сказать, повышение цены, но эта цена повышается там. Поэтому на сегодняшний день, как бы, мы будем смотреть о том, как же это получилось. И мы подозреваем, что есть сговор. Будем говорить некоторых, так сказать, торговцев, если можно так некрасиво выразиться, да, в том числе с учетом наших, естественно, украинских таких представителей. Мы не работаем над этим, и, поймите правильно, будем говорить, что президент не спускает глаз этого вопроса. Действительно, это очень серьезный вопрос. Я не случайно сказал, если это в повестке Рады Беспеки и Обороны, вы же понимаете, что этот вопрос уже принимает, так сказать, совершенно государственное значение, причем наиважнейшее. Поэтому я думаю, что мы доведем это все до конца. Будем надеяться. Есть еще один вопрос, который также имеет важное государственное значение. Это цены на жилищно-коммунальные услуги. Нередко от чиновников разного уровня можно услышать о том, что цены на жилищно-коммунальные услуги, тарифы у нас не являются экономически обусловленными. Их надо довести до этого уровня. Я знаю, что сейчас в регионах продолжается проверка, и в рабочую группу вошли представители местных отделений антимонопольного комитета и представители государственной инспекции по контролю за ценами. Есть уже какие-то результаты? Безусловно. Значит, ну, будем говорить, первый результат мы получили по городу Киеву. Сегодня в городе Киеве, в общем-то, разминка достаточно конструктивная работа, в которой задействовано очень много специалистов, профессионалов. Сегодня идет пересмотр очень многих тарифов и так далее. Для телезрителей могу сказать, что вопрос по Киеву был рассмотрен две недели назад. Я докладывал, потому что была сделана, так сказать, тотальная проверка состояния жилищно-бытового комплекса, ну, жилищно-коммунального, прежде всего, содержания домов, придомовых территорий и так далее. Все вопросы, которые связаны с этим, в том числе водоотведение, водоотведение, все-все-все, горячее оснабжение и так далее. Нами прописан целый ряд моментов, которые сегодня находятся в работе. Мы работали и продолжаем работать совместно с Минрегионбудом, то есть в ведении которого находятся жилищно-коммунальные все вопросы, и политика вся по жилищно-коммунальному строительству в стране. Значит, мы работаем, естественно, с антимонопольным комитетом в этом отношении напрямую. И результатом рассмотрения вопроса по Киеву стало, так сказать, абсолютное постановление, которое предписало создание рабочих групп при каждой областной государственной администрации. И потом это пошло уже вниз, так сказать, вплоть до поселковых советов мы будем этим заниматься. Потому что на самом деле работа огромная. В чем она состоит? Например, очень простые примеры. Сегодня более 8 тысяч домов в Киеве, многоквартирных, многоэтажных, де-факто не имеют точных паспортов. В связи с этим, естественно, все наши такие, так сказать, учреждения, типа ЖЭКов, как их в народе называют, они, так сказать, произвольным образом могут установить тарифы. Могут. В большинстве, конечно, случаев под контролем, но есть то количество, которое вышло из-под контроля КМДА, то есть Киевской державной администрации и так далее. И там немедленно нужно уточнять паспорта, нужно, так сказать, с быты решать вопросы обмеров, нужно разбираться там со всеми этими придаваемыми территориями, с лестничными маршами, с подъездами и так далее, и так далее. Потому что мы не можем допустить, чтобы на нашего жителя возлагалась, извините меня, оплата за все про все, что совсем, так сказать, он не должен делать. Сложно, опять-таки, здесь говорить взагали и говорить о средней температуре. Нет, это конкретно работает. Да, я понимаю, но, тем не менее, вот вопрос у меня будет, наверное, все-таки общий, но это очень важно. В результате ваших проверок тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине снизятся? Они пересматриваются и будут уменьшаться. Да, снизятся. А, снизятся. Понятно. В конце я хочу задать вам... Не повысится это точно. Это радует, безусловно. Хочу еще задать вам вопрос о зарубежном опыте, потому что, безусловно, вы его изучали, вы знаете. Как за границей, в частности в Евросоюзе, осуществляется контроль за ценами, регулирование цен и опыт какой страны в этом плане мог бы быть полезен Украине? Контроль цен, в общем-то, это непременный атрибут вообще любой экономики. А уж Евросоюз очень серьезно пользуется этим инструментарием, потому что этими вопросами занимаются так называемые наднациональные органы. Это Совет Европы, значит, соответствует Совет Министров Европы, даже он так называется, так далее, так далее. Так вот, вообще в Европе контроль касается прежде всего продуктов питания, сельскохозяйственной продукции. Там, в принципе, в достаточной степени до 85% контролируется соотношение производства, цен и так далее, но может быть немножко с другой стороны, потому что, например, падение цен компенсируется с тем, чтобы каким-то образом поддержать товаропроизводительность, сельскохозяйственная и так далее. Но и пресекается любое проявление каких-то там чрезвычайных желаний получить сверхприбыль и так далее. Более того, значит, в Европе делается, ну, по продовольствию понятно, это практически тотальная система, которая действует во всех странах. Но вот в Европе как раз действует Совет Стали и Угля, так называемый. Значит, это специально уполномоченный наднациональный орган, который, так сказать, абсолютно четко курирует производство металлопрокатов, в том числе судового. И это значит, что практически кому-то из производителей действительно там металлопроката для судового, это очень трудно выиграть в Европе. По одной простой причине. Примеры очень такие, совершенно тривиальные. В Европе получили заказ, в России получили заказ на какой-то судоверфь, судоверфь для этого самого, объявляется тендер, да, и так далее, и так далее. Европа выигрывает. Почему? Потому что тут же собирается вот этот Совет Стали и Угля. И, так сказать, принимается решение, и дают соответствующие указания, и прокат снижается у производителей, и так далее, и так далее. И, в конце концов, Гдань получает, так сказать, на производство, как член Евросоюза, на производство вот этого, допустим, там корабля какого-то, и так далее, и так далее. Я, может быть, немножко упростил эту систему, но она как бы вот существует. И наиболее такая, будем говорить, системная, наиболее такая, может быть, универсальная, действующая и работоспособная во Франции система контроля цен. Значит, там контролируется примерно до 20% всех цен. Чтобы вы понимали, в Европе у нас контролируется где-то до 16%. Вот вы знаете, вы очень важную вещь, интересную рассказали, потому что нередко, опять-таки, Украину упрекают в том, что у нас ручное управление экономикой, у нас нерыночные механизмы и так далее. Но даже, как мы видим в демократичной Европе, там этот вопрос очень серьезно контролируется. Кто сказал, что она демократичная? Да, но это я в тавычках говорю. Либеральная экономика ведет всегда к тотальным кризисам. Либеральная экономика Соединенных Штатов в начале 20 века провела к тотальному кризису и к президенту Крузельту, который является все-таки гениальным регулятором как таковым, Господь послал Америке такого человека, все-таки вытащил Америку. На самом деле, это кончается кризисом. У нас это закончилось военным коммунизмом, понимаете? Я о демократичности говорила, безусловно, в кавычках. У нас, к сожалению, не остается времени для того, чтобы продолжать беседу. Я благодарю вас за участие. И хочу лишь в конце сказать, что в проекте «Акцент» на телеканале «Первый деловой» мы говорили с председателем Государственной инспекции Украины по контролю за ценами Александром Киселевым. Оставайтесь с нами и не пропустите главного. Я же прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова